Всем привет! Итак, сейчас 10.30, у меня есть полчаса на то, чтобы подготовиться к своему первому рабочему дню. Здравствуйте! Здравствуйте! Первым, кто меня встретил у дверей, был Иван, официант, который работает в кафе и который пообещал быть сегодня моим наставником. Так как сегодня я тоже буду частью коллектива, мне даже разрешили сделать себе бейджик. А теперь время подготовить зал. Как меня проинструктировали, очень важно утром включить кофемашину. Магия! Через 30 минут кофемашина нагрелась, можно приступать к приготовлению кофе. Мастер-класс для меня провела Катя, кассир и по совместительству бармен. Вот такой американо с молоком я должна научиться готовить. А вот и первые посетители. Нужно их поприветствовать и предложить в меню. Но официанту самому необходимо в нем быстро ориентироваться, чтобы помочь клиентам в выборе блюд и напитков. Заказ обязательно записываем в блокнот. Два американо с молоком. Итак, я приняла заказ и теперь попробую внести его в программу. А теперь я попробую сама приготовить кофе. Для приготовления такого вида американо молоко взбиваем до состояния пены. Наш американо готов. Теперь главное донести поднос кофе до нужного столика, не расплескав содержимое чашек ни на себя, ни на клиентов. На вид и кофе обслуживание клиентам понравились. Они просят счет. Пожалуйста. Ух ты, мне даже оставили в первый день чаевые. Официант должен постоянно держать в поле зрение и зал, и террасу, чтобы ни один гость не остался без внимания. Вы готовы сделать заказ? Очень важный навык, который должен быть у официанта, это умение делать красивые шарики из мороженого. Честно вам скажу, у меня не очень получается. Мне захотелось почувствовать себя барменом. Ближе к вечеру в кафе появились желающие поесть поплотнее. Приятного аппетита. Спасибо. Вот и подошел к концу мой рабочий день. Я очень устала. Давайте сначала начнем с плюсов. Итак, главный плюс это то, что у вас есть хорошая возможность пообщаться с людьми и хорошая возможность получить опыт в коммуникации. Второй плюс это то, что вы учитесь внимательности, ответственности и, конечно, экилибровке. Удержать поднос одной рукой это очень сложно, этому я пока не научилась. Третий плюс это чаевые. Главное зарплаты официанта. А теперь минусы. Главный минус это дикая усталость. У тебя болят ноги, у тебя болит спина. Особенно, когда в ресторане много народа, ты абсолютно не успеваешь просто посидеть и отдохнуть. Второй минус это сложный график. Нужно работать допоздна и по выходным. Ну а третий минус это необходимость подстраиваться под разные типы личностей. Потому что гости бывают разные. Некоторые более капризные, у некоторых особые требования. Но официант всегда должен оставаться вежливым, приветливым, улыбаться и стараться угодить своим гостям. Так как мой рабочий день уже закончился, я вполне могу себе позволить стаканчик сока.